друзья всем привет вы на канале голубом по полянде и сегодня у нас такая тема больше без розовых очков поехали дорогие друзья всем привет вы на канале голубом по полянде и сегодня наша тема польза больше итак друзья около двух лет я уже нахожусь здесь в польше как бы могу поделиться своим мнением своим наблюдением конечно когда мы приезжаем в первый раз все нам кажется тут сказкой и дороги ровные красивые и разметка на них есть и знаки помыты и много чего что говорить парке ухоженные замки реставрированы первое время все это очень сильно впечатляет особенно если ты нигде не был если ты как я например я родился в городе харьков прожил всю жизнь городе харьков и практически никуда не ездил работал ну то есть так сложилось поэтому конечно для меня это был скажу вам честно культурный шок то есть и польша меня покорила вот с первого дня моего присутствия здесь ну что я вам хочу сказать про прошествии двух лет ничего не изменилось я как был в нее влюблен так и остался и знаете это не бред не какого-то человека восхищенного всем на свете нет я прекрасно вижу минусы которые здесь есть но и бесспорные плюсы тоже вижу от некоторых вещей я сам себя специально вообще ограждаю например я не смотрю телевизор польский потому что если говорить так да у нас там сейчас эти политические военные замесы здесь своя какая-то чепуха я вот общался с поляками они говорят поляки которые живут в германии ты что в польше плачет о польском правительстве что она якобы плохое германии плачет немецкое правительство плохое в англии что английский плачет крайне я не знаю можно ли вообще найти такой вариант чтобы никто не рыдал не выше вот у нас политики плохие чтоб сказали у нас классные вообще заботятся нас вообще все хорошо поэтому мы смотрим куда-то в сторону канады или еще куда-то мой там классно но там есть свои минусы такие минусы наш украинский товарищ с такими минусами не факт что может жить у меня знакомые ездили в норвегию пытались там будет устроить то есть мы познакомились там и здесь они до этого пытались в норвегии и хотя заработки хорошие соцпакеты там и все дела но там есть такие вещи которые наш мозг даже воспринять не может что можно такое например детей у вас могут забрать бьете вы по попе его в публичном месте наказываешь своего ребенка по попе она на там где-нибудь в парке или еще что-то устроил он тебе истерику или еще что-то или учитель школе увидела на попе следы или на там ножки не дай бог где-то откуда а почему следы родители на ка что еще родители по конфеты не дают когда я балуюсь ага вот чем дело пишет пляузу на вас и откуда ни вознись появляется у вас на пороге опекунский совет или там какой-то опекун в общем от службы этой и ребята абсолютно спокойно могут забрать ребенка и поселить куда угодно мы вплоть до того что в семью голубым запросто я конечно этих подробностей не знаю это все по слухам но я знаю точно что вот один знакомый рассказывал что реальная была история когда отлучили детей причем у норвежцев коренного то есть это не то что там вот вы украинцы приехали вот вам вот такая история значит у вас детей позабираем и их отдадим куда-нибудь батой семьи не ребят вот у них просто такие правила и они как бы для всех ну вот так мы этого разве можем понять как бы вы на смысле такая ну как это мои мой ребенок да моя ответственность я должен думать о том как он должен как помочь ему вырасти иногда в некоторых случаях иногда надо приобретать каким-то наказанием каким-то ограничением для того чтобы попе дать не лишнее а у них по-другому вот ты должен воспитать своего ребенка так как их общество решила понимаете и ну это не очень скажем нам нравится ну да ладно а то и норвеги давайте все-таки больше вот потому что в польше лучше я не был в той норвегии ну вот все эти приколы я некоторые моменты поинтересовался поузнал причем от людей которые реально на были они они просто youtube посмотрели так вот действительно там много косяков таких необычных плюс люди там совсем другие возвращаемся к польше подробнее о самих поляках какие они поляки это видео на нашем канале есть такой отдельно вы можете посмотреть там можете почитать комментарии потому что спасибо большое нашим польским зрителям кто поддерживает кто смотрит наш канал нам очень приятно многие вы написали комментарии по-польски захотите в кинете в переводчик там комментарии почитать очень интересно поляки пишут некоторые интересные некоторые бывало и рубашу писали люди то всякие исправили я как сейчас помню стою на бедренке подъезжает бус такой знаете высыпается толпа людей до 20 до 30 там 35 лет все ну такие пьяненькие хорошо пьяненькие зима шортах в шлепках такой контингент и ходят там себе там водку заказывает еще что то то есть поляки конечно были в шоке они как знаете в обезьяннике смотрят на это ну как так понятно что есть и поляки алкоголики и бомжи и тут ну и есть есть но в основном они все в центре тусуются около жабок то есть по большому счету знаете если вы не хотите проблем вы спокойно их всем можете обойти зная дети злачные места жабка центр вот здесь как-то так получается что как-то такая периферия да там вокруг города такое кольцо райончики там нормально и там можно жить и не тужить и живут нормальные люди трудолюбивые которые работают семейные без которыми не будет никаких проблем кстати вот насчет человек меня пропустил его ручка махнула дело в том что культура дорога молодцы то есть я не могу сказать что прям как как это сказать пока стал человек то на пешеходную дорогу вам весь город замер как мне рассказывать такого нет конечно иногда приходится подождать но чаще всего нормально уступает его тоже сейчас от разом проехала четыре машины ну 5 пропустила нормальный абсолютно адекватно вот относительно прелести польши давайте поговорим почему я назвал видео без розовых очков потому что когда ты приезжаешь у тебя первый взгляд на польшу да там или знакомишься с человеком тебя первый взгляд на человека и он такой кажется классный такой здоровский умный интересный ну все здорово начинаешь узнавать ближе узнай узнай уже и негативные черты какие-то правильно то есть и уже думаешь о да тут вообще не все так хорошо как я вот но в отношении польши я вам скажу честно не разочаровал и так что же хорошие люди люди с которыми вы сможете приехать если здесь язык язык у вас будет нормальный вы спокойно себя найдете друзей и будете общаться и будет вам в удовольствие реально хороших интеллигентных нормальных толковых ребят много ну правда много и наших хороших толковых интеллигентов природа на путь по природе я говорил о том что здесь едешь если за городом где-то можно спокойно на полях увидеть там олени пасутся зайчики бегают орлы летают там всякая разная живость в общем этого тут и это вот она в зоопарке вот он уже воин то есть природа сама зелень зеленая пустики постриженные все очень красиво и аккуратно ухоженность в этом плане видео мои видите вот скоро будем делать видео о частном секторе просто покажем частный сектор как он ухожен плиточкой выложен то есть то любят такие вещи то я думаю получите удовольствие действительно красивая на самом деле красивые места красиво все сделано очень ухоженно очень со вкусом вот я даже сейчас еду но вам может быть и не видно нет вам не видно вам только в выражении лица видно в общем вот это диету я тоже обязательно вставлю видео вы посмотрите очень красиво частности вот по городу значит архитектура домов разнообразная интересная относительно работаю уж понимаете по большому счету тут как устроишься можно устроиться хорошо можно устроиться очень хорошо а можно устроиться и но никто не мешает вам стать и платить это было место где возможно будет лучше вот поэтому как бы для жительства место прекрасно за города друзья города архитектура городов я так понимаю похожие где-то но вот где я был на самом деле красиво почти почти везде если не совсем везде то мы живем во Вроцлаве и скажу откровенно Вроцлав действительно красивый город прям вызывает восхищение такие виды есть и вы знаете что проезжаешь эти виды вот они вот я же водитель да там клиент у меня есть на массаж езжу я их столько раз проезжаю ну часто и вообще не устаешь от них настолько это красиво тут же город мостов называется да там в Вроцлав между своими есть вот эта река Одра и мостов там много и они действительно такие величественные красивые и виды и костелы эти старинные то есть ну правда ребят очень красиво вот тоже я хочу сделать еще видео какое-нибудь такое вот именно по Вроцлаву может быть самые красивые виды ну не знаю посмотрим видите немножко видео делать сложновато в том плане что две работы есть и времени нет ну и плюс опять же финансы упирается потому что там надо поехать заправиться то дом за дом часть дня выделить ну в общем поэтому стараемся как можем сейчас разговорное видео такое я вам пишу не отходя от кассы прям в автомобиле потому что на самом деле очень сложно выбрать время так что извиняйте если не так часто как хотелось бы вы можете заказать какую-то тему какое вам интересно о чем вы хотите услышать может кому-то нисколько больше интересно сколько я не знаю здоровья там я все-таки массажист как бы может быть мог бы чем-то поделиться с вами была мысль сделать канал на тему массажей там медицины опорно-двигательного аппарата но я вижу там такое количество этих что не решаются если кому интересно какая тема сделать видео рассказать ну возможно зарабатывать все-таки на раба больше чем у нас украине ну это очевидный курс из-за этого многие подавляющее большинство приезжая возможность жить в красивом на самом деле красивым потому что архитектура города да и не только этого города других городов великолепно потому что ухоженно аккуратно чисто убрана ну здорово частный сектор кстати вы можете здесь снимать себе и частный сектор тоже если если у вас есть желание не обязательно снимать квартиру можно частный сектор есть люди строят большие дома и сдают там комнаты можно купить снять комнату если вы любитель частного сектора вы можете снять себе например комнату в доме или комнату или там какой-то например один этаж если вам там надо там есть у них они делают отдельно как квартирку такую там полуподвально например помещение ну то есть реально можно найти любите вы частный сектор можно найти частный сектор экологическая обстановочка тоже получше чем у нас хотя поляки жалуются вот у нас там чего-то из-за того что там старые районы некоторые отопливаются счетом дрова на такие есть есть такое еще отопление они конечно всех переключают на нас но иногда бывает такой легкий смог но это тоже на деревне идешь и будет пахнет все это красота что дровами тут вот но в целом вода чище мы из-под крана пили нормально понятно что стараемся все равно фильтр покупать но это на рабочий здесь в голове у думаю что если это с фильтром то значит все хорошо да так вода в общем-то нормально в меня для некоторых могут быть полезны перемены жизни просто смена места жительства открывает какие-то перспективы открывает какие-то понятия у человека голове то есть может быть с этой точки зрения еще что еще если вы рассчитываете на медицину то можно здесь лечиться по зусу то есть вы допустим приезжаете у вас жена ребенок там не знаю вы работаете нужно умово аппаратцы умово дьяву умово там заценили еще какой-то не одеться нужно только умово аппаратцы ну или будете сами платить зусу можете работать как угодно но платить зусу сами это туда вот то есть как бы образование образование тут интересное до 5 класса если не ошибаюсь до 5 класса они вообще в расслабон учатся моё дитё уже настолько расслабилось что вообще я не хочу школу ходить что там делать я все знаю что они учат ну то есть проба потому что когда он приехал без языка без знания языка то он был в четвертом классе украине закончен и здесь опять четвертый класс посадили потому что говорят слушай ну языка нет как как мы тебя будем тестировать и узнавать какие твои знания переводить тебя не переводить в общем сейчас расслабляется вся программа которую он учил тут тут немножко программа отстает ну как немножко вот может даже это то есть младшие классы дети они больше отдыхают они ездят на какие-то экскурсии они где-то там будут занимаются этом школе каким-то творчеством вот что-то такое а уже с 5 6 класса там нажим начинается уже жесть как у нас надо учиться надо там поработать скажем так перспектив здесь конечно больше если вы там хотите бизнес то тоже здесь перспектив больше потому что покупательская способность платежеспособность лучше нам из минусов друзья теперь поговорим о минусах расскажем может быть не все плюсы больше сказал основные такие которые волнуются из минусов медицина если та какая позицию она не всегда хороша потому что все равно лучше знать хороших врачей вот может это касается конкретно в родсловом может быть всей польше трудно сказать потому что я только здесь нахожусь но тем не менее медицина относится больше к минусам чем к плюсам но это касательно позусу медицины если мы говорим о медицине коммерческой за которую приходите платить из визит врачу то естественно если вы знаете хорошего врача кто-то посоветовал хорошего врача лечить будет хорошо но правда вы же понимаете что услуги здесь не дешевле поэтому за визит врачу мы ходили с маринкой врачу такому девчаческого врачу и вот он там за визит взял 250 50 злотых это какие-то банально какие-то там какие-то анализы что-то такое и 200 злотых сам процесс за визит вот поэтому как бы с медициной тут на кого попадешь будем так говорить и уже он друзья в обросла и других местах не знаю других городах проблем нет как пошел подался на карту побыта прошло какое-то время не при непродолжительное бах дали тебе карту все дела у нас же ребят в обросла это катастрофа вот я два года карта еще не пахнет даже не то что карты децизия децизия это решение положительное или отрицательное вот решением тоже еще не пахнет поэтому я ну я даже понятия не имею как будут ли меня дальше надо видеть поляки здесь вот оставят ли они меня у себя вот поэтому ну так вот живешь и в неизвестности но этого в родстве такая ситуация друзья вот и мое семейство а чё туда смотришь камера тут давайте серьезно а чё ты туда пару слов я на вас смотрю как нормально что можно сказать нравится в польше или не всегда есть с чем сравнить если сравнивать с того места откуда мы приехали с украины то конечно она замечательно нет больше куда не плюнь все хорошо но плевать лучше не надо потому что иначе станет не очень иначе будет так как в украине хорошо потому что люди другие обстановка другая атмосфера другая эмоционально другая все другое легче 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 дышится легче живется с одной стороны но с другой стороны есть конечно как и в любой другой стороне к иностранцам свое особое отношение отношение не только как к людям может там плохо относятся нет как интегрироваться здесь самый большой огромный минус в польше это конечно остаться здесь легально жить уж он это страшная кара проклятие для украинцы ну это надо сказать что волославы в основном это проклятие правильно я говорил только что в других городах в принципе нормально можно все у них есть у них есть какие-то стандарты что через столько-то времени должен прийти первое письмо через столько-то там второе письмо тогда-то децизия тогда ты получаешь карту это все прописано но просто из-за наплыва дикого не справляются но тем более что вот читала статистику до что в вроцлаве находится 640 тысяч жителей но на 640 тысяч жителей уже 100 тысяч украинцев и это только во вроцлаве понятно что очень много тут украинской речи русской речи белорусов россиян много очень иногда трудно найти поляк особенно в ашане это да и то на кассе сидят наши ну как бы в принципе все хорошо все но если ты человек который можешь быстренько адаптироваться к обстоятельствах то здесь жить намного лучше а если ты человек как-то более привязанный к своему месту к своему как седалищу украина или там свой дом мой диванчик моя подушка то конечно будет здесь тяжело потому что здесь ты будешь все а у дома будешь вспоминать и тогда понятно это будет тоска наплывать и естественно как бы там в украине было бы неплохо он плохо все равно будет тянуть туда ну а если ты не привязан к этим всем вещам свободно можешь путешествовать как бы свою жизнь направлять в то русло куда тебе нужно они туда куда тебя несет со всем мусором то конечно в польше есть возможность больше возможностей жить хорошо и пользоваться как говорят наслаждаться жизни так и есть руслан николаевич поделитесь своим опытом как он вообще в польше в школе польской украинской школы здесь во врославе нет здесь только польская школа то есть ребенок который приехал и не бум-бумит по-польски ему приходится это делать шепчутка потому что иначе никто никого не понимает и вот вопрос к руслану николаевичу как же ты приспособился без знания польского языка мы приехали в начале лета в польшу и все лето я просидел и не выходил из дома как только я пошел в школу мне пришлось выходить из дома это было тяжело но вы справились и она как-то сам собой польский пошел прилип прилип сам да вот в этом прелести я уже говорил что в школах особенно начальные классы там они больше у них такое творческие какие-то вещи они там особо не грызут камень науки какие-то у них там музей там еще чего-то то есть они расслаблено учатся спокойно это хорошо потому что детям не прививается идея что школа это каторга хотя все равно некоторые товарищи расслабились уже ходить не хотят туда ходить но тем не менее в общем-то история такая что ребенок приехал нормально адаптировался сейчас у нас руслан николаевич нормально разговаривает по-польски ну конечно не как поляк немножко по-своему ну в общем то нормально да я соберады никто не слышал потому что он в основном интеллектуально так это телепатически но самое интересное что когда руслан пошел в школу и начал хотя бы немного говорить по-польски нужно адаптировался там месяц прошел или полтора он у нас очень интересный ребенок очень интересный ребенок и когда он спит он у нас много разговаривает теперь уже и по пусть теперь он разговаривает по-польски это самое интересное но главное по-русски говорит во сне не внятно а по-польски внят ладно ребята закругляемся в общем польша и без розовых очков выглядит где-то так точно также практически как и в розовых только единственное есть где-то темные пятна до небольшие но они есть поэтому друзья куда бы вы не поехали куда бы вы не направили свой путь свои стопы то везде будут плюсы и минусы это понятно ну мы вам показываем польшу своими глазами какими мы ее видим поэтому руслан николаевич если кому надо интересно о школе значит о школе сделает видео до отдельно конкретно чё там как более подробненько относительно всяких остальных нюансов там какие они поляки я говорил есть видео наши некоторые путешествия карпа челечница то есть это мы показываем на канале и поэтому если вы зашли сюда первый раз случайно то это хорошая возможность побродить по нашему каналу попутешествовать с нами ну и услышать как мы здесь живем и с чем сталкиваемся на этом пока рады были пока пока а и 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 Субтитры подогнал «Симон»